Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи канала. Итак, продолжаем опыты. Вчера я показывал монитор, а сегодня я его запустил в работу. Схема та же. Вот видите. Вот я на нём сейчас записываю этот ролик. Правда, честно сказать, светит не особо ярко. Ну, так видно. Но может и для глаз лучше. Если поставить на яркую, он может и сматывать будет. Это надо ещё продолжать опыты. То есть схема та же, вот видите. Шим отрегулирован на шиме. Дальше. Выпрямитель 12 вольт, 50 ватт. И включаем сеть. И вот видите. Разбора 0. Разбора 0. Что мы видим на выходе? 0,4. 0,5. 0,5. Вход, видите, 0,7. То есть у нас выход выше входа. Тут 0,6, 0,5. А у нас 0,7. То есть ток у нас, ток обратный, ток у нас 0,07 больше, чем ток, который уходит в сеть 0,05, 0,06. Ну, я вчера рассказывал, уже недаром, что особо там не слушали, про вот эту катушечку. Вот она и даёт это лишнее. То бы здесь вообще было на нуле, то туда бы уходило. Если бы не катушка, ток бы в сеть уходил. А так он просто стоит. Эту катушку они сделали для разбора. То есть монитор, вот он работает. Вот его провода, видите, от него подключены. Сейчас покажу. Ну вот, рабочий экран, рабочий. Не яркий, конечно. Но работать можно, ребята. Сейчас вот в интернет зайдём. Зато на халяву, и, как говорится, это первое. Маленько дрожь есть, видно, да. Дрожь. Вот запустим ролик какой-нибудь. На белом фоне ролик, это, дрожь. Вот запустили ролик. А ролики нормально, видите. Если открыть вот так. Ну, можно смотреть, видите. Вполне, вот смотрю на нём. Вполне нормально, глаза не болят, яркости такой. Нет. Ну, то есть не для просмотра фильмов. А для повседневной работы годится, как видите. Вот на белом фоне видно мигание. На красном не так. То есть система работает, ребята. Ещё раз показываю. Значит. ШИМ. 200 Ватт. Значит, регулирует от нуля до 13 тысяч килогерц. То есть за счёт частоты мы... Значит, у нас обратный ток успевает отходить. И как видите, счётчик не сматывает. Ну и проверили на амперметре. Кстати, вчера проверял и счётчики. Второй счётчик у меня есть вытащил. Где же эти рептилоиды предъявляли. Показывает одно и то же. Мерил лампочки. 100 Ватт, 60 Ватт. То есть это всё нормально. Сейчас дело только с запчастями. Видите, получается, можно что угодно настроить и пользоваться. А сейчас я вам нарисую схемку, ребята. Так. Схемку. А, правильно-правильно. Вот здесь схемку. Вот здесь. А куда я это... Видите, уже на этом, на новом не могу понять. Так. Как схемку-то тут найти? Ха-ха-ха. Напечатано. Так. Книги. Музыка. А вот, ярлыки программ. Вот он. Видите, дёргается. Но можно обратить, обратить в чёрный цвет его, видите. Заливку сделать. Чё-то не делается, блядь. А, вот. Окей. Вот, обращаем чёрный цвет и рисуем. Значит. А здесь белый цвет. А здесь белый надо. Блядь. Ха-ха-ха-ха. Так. С непривычки, видите, к тому привык. Так. Вот у нас, значит, выпрямитель. Выпрямитель. Так. 50 ватт. 50 ватт. 12 вольт. Дальше у нас идёт ШИМ. ШИМ. Вот здесь ручка. Ручкой надо крутить и смотреть. По амперметру и по счётчику, чтобы не сматывало. Вот ручка одна ШИМ. ШИМ 200 ватт. От 10 где-то до 40 вольт можно. Я даже ставил 50 до 50. Можно. И вот монитор, на котором мы рисуем. Монитор. Монитор. Вот такая схема. То есть, выпрямитель 50 вольт. С выпрямителя плюс и минус. Плюс и минус подаётся на ШИМ на плюс и минус. Ну и на монитор есть тоже полярность. Плюс и минус соблюдаются. Иначе работы не будет. Вот такая схема. Ну вот, видите, мы рисуем. Тут всё делаем. Смотрим, а ток-то не сматывает. Всё чётко стоит. То есть, схема монитора набрала току сколько и надо и немного берёт, отдаёт назад. Благодарю вас за внимание и понимание. Всем удачи и здоровья. И успехов.